Здарова народ, с вами Джон, он же копающийся в слухах 312. Сегодня в этом видосе у нас будет разбор ряда тем. Во-первых, сливы и слухи относительно 30-летия Банжи и причем тут Хейла. Во-вторых, что будет у нас в Твабе. В-третьих, кто там у нас по реюзду пушек, будут ли править пушки с города грез. И пятое, грудь на Варлока. Ну и шестое, если видео не получится слишком затянуто, еще немножко по сюжету пройдемся, который у нас был в датападах в этом за последнюю неделю. Ладно, погнали. Прежде чем мы начнем видео, правда, хочется поблагодарить Дмитрия Ершова, который подписался на Дрэджина буквально день назад, Блэк Фокса, который оформил повторную исполнительскую подписку на Дрэджина один день назад, и Вячеслава Гитлейна, надеюсь, правильно прочитал, который продлил своего путника буквально сегодня. Спасибо вам большое, ребят, за поддержку. Все зрители, кстати, могут поддержать это видео, нажав лайк, написав какой-нибудь комментарий, ну и подписавшись на канал, если еще не подписаны. Ладно, погнали. Теперь уже точно. В общем, прежде чем перейти к основному блюду, мы разберемся сперва с вещами, про которые уже скорее всего многие знают, потому что мне за стрим вчерашний раз десять, наверное, люди написали то, что посмотри, какая грудь у Варлока продается. Да, вот спойлер, я ее купил тоже. 28 восстановления, 25 интеллекта, все остальное по двоечкам. 61 тотал. Прямо у Ады один такой знатный подгон. Если кто-то еще не купил, обязательно купите. Прямо ставим лайк. Ладно, теперь вот дальше. Так, что там у нас у DMG в твиттере, у нашего комьюнити-менеджера? То есть, во-первых, он решил поделиться с нами новостями по поводу ТВАБа, и сделал это очень рано. Прямо в понедельник, 12-го числа. Если это понедельник, да? Да, это понедельник был. Вот. Что он написал у себя? Составляю ваши ожидания касаемо ТВАБа. Сдавайте все свои авангардовские токены, мы займемся авангардовскими рангами. Репутация изменения касаемо репутации планируется в релизе к следующему сезону. Вообще будут общие разговоры насчет репутацию вендоров, что касается ПВП, Гамбита и авангарда. И также они по своей благотворительности сделали апдейт, известные ошибки они там публикуют, и что касается багтрекинга. Вот по поводу системы репутации авангарда мы, ну, и всех остальных, как бы сказать, и всех остальных фракций мы поговорим чуть позже, когда будем разбирать сливы. Которые сделала комьюнити. Ладно. Дальше что тут у нас идет? Реюзнутые там пушки с луны из города грез. DMG решил собрать фидбэк от комьюнити. Типа, что им понравилось, что не понравилось. Ответ не заставил себя ждать. Там 866 комментариев написали. И после этого он написал то, что он передает обратную связь команде и не может ожидать то, что каждый из ваших любимых перков будет на каждой пушке. Но они очень счастливы, ну банджи в смысле, рассчитывать на ваши мысли по этому вопросу. Дальше что у нас идет? То, что Bungie Hell проследует ошибку, то что пушки с города грез не падают для игроков, как планировалось. Я так понял, что если у кого-то уже выбиты эти пушки, они не могут их получить. Я вот не знаю, если кому-то эти пушки вдруг упали, кто недавно начал играть. Пожалуйста, поделитесь, как вам там чего? Нормально или как? В общем, идем дальше. Дальше я забыл упомянуть в темах видео, но это все-таки тоже очень важная тема. Учитывая то, что у нас на днях вышел второй вот челлендж на харде, ну на мастере Крустального чертога, уже более-менее стало известно, какой примерно нас ожидает лут на следующих трех стадиях. То есть у нас вот всего шесть пушек в Крустальном чертоге, которые нам выпадают, и пять из них выдаются за испытания. И шестое мы получим, ну вот, дробовик за выполнение всех пяти испытаний на мастер сложности Крустального чертога. Соответственно, позавчера нам начал падать пулемет, до этого нам падала ракетница. Ну и исходя из прошлого опыта, как вот у нас в первой части выпадали пушки, с какой стадии мы получали какой-то конкретный ствол, и во второй части какие у нас пушки падали с каждой стадии. Там, по-моему, на одну стадию приходилось две или три пушки, каждый раз могло нам выпасть по рандому. Умельцы в интернете составили одну таблицу, которую мне там один из зрителей скинул в Дискорде. Что вот мы можем видеть? То, что за первую стадию, за три столба, мы получаем винтовку разведчика в невременную пушку, за оракулов мы получаем снайперскую винтовку, за храмованника мы получаем револьвер, и он будет последним в очереди. То есть, это то, что у нас в дальнейшем, то, что нас в дальнейшие три недели ждет. Так что, если вдруг кто-то там фармит жетоны, исключительно ради револьвера, то придется немножко подождать. Вот. Ну и дальше у нас тут уже ракетница, которая у нас была, и пулемет, который у нас сейчас на этой неделе раздается. Но все челленджи заядлым пвпшникам все равно придется выполнить, потому что за них падает дробовик. Да, агрессивные дробовики понерфили, но по-прежнему Лошфол Винтера занимают такое доминирующее положение в мете. Ну, отчасти из-за того, что люди к нему очень привыкли. Ну, по крайней мере, воспитаниях Осириса. И не факт, что, как бы сказать, этот дробовик ему уступит в фаунд вердикт. Почему? Потому что это вневременная пушка, и у нее все статы получат плюс два, и очень важно, так как она вневременная, туда можно будет добавить мод на дальность дополнительный, адептовский, который еще плюс десять рэнджи прибавит. Так что будем посмотреть, как говорится, вот если ее полностью там накачать, поставить абсолютно рэнджу, поставить вот этот мод на рэнджу, и все другие моды, там первый выстрел и так далее, и чок поставить, то насколько далеко она будет стрелять? Перестреляет ли она по дальности Лошфол Винтера? Там вот сколько? Шесть с половиной, семь метров. Но посмотрим. Но это, я думаю, такое неплохое поспорье будет для любителей легендарных агрессивных дробовиков. Ладно, идем дальше. Дальше вот то, что было опубликовано в комьюнити давно, и многие обращали на это мое внимание, там вот на канале IDVox был опубликован такой концепт вапорного саб-класса на Варлока, ну такого, знаете, ну что-то типа отравления, торн, шип и так далее. И я вот решил его в этом видео вспомнить, потому что далее это как-то будет немножко упоминаться в сливах. То есть, как вот комьюнити примерно представляет, как это выглядит. То есть, тут у нас призывание коррупционных каких-то возможностей и так далее. Ну, в общем, кому будет интересно, я скину ссылочку на видос в описании ролика, можно будет оценить. Ну, а так, достаточно прикольно выполнили, многие даже думали, что это слитые, как бы сказать, слитые футажи новые ульты, то есть настолько достоверно сделали. В принципе, ставим ребятам лайк за старание. Так, ну, дальше у нас тут идет жир. На сайте dagamespot.com решили вот запостить такую вот новость 14 июля. То, что, ну, новость слэш слуг, так что с большим долей, там, я не знаю, с большой долей соли воспринимайте. С невероятным скептицизмом. Но все-таки инфу мы это разберем, потому что почему бы не помечтать. То есть, слуг заключается в том, что Destiny 2 и Halo ожидает кроссовера в этом году. Ну, не тот кроссовер, о котором вы думаете, то, что там Банжи побежит вместе с 343 Нерцис делать совместную игру. Нет, здесь имеется в виду то, что у нас будет в честь 30-летия Банжи, ну, это по слухам, да, в честь 30-летия Банжи анонсирован будет пак 30-летний для Destiny 2, который выйдет позже в этом году, 21 декабря. И это все просочилось через оригинальные сливы, то есть, которые были обнародованы в Raid Secrets в Дискорде еще 21 апреля. Вот здесь вот ссылочка на ноутпад, я его потом позже покажу, когда со статьей закончим. Тут у нас небольшая краткая выжимка вот всего этого составлена. Я вот по всему этому текстному файлу, который там несколько страниц занимает, прошелся, ну, и пытался основное вычленить, хотя все равно достаточно длинно получилось, так что времени терять не будем. Потом, кому интересно будет, я ссылочку на все эти файлы приложу, можно будет самим пройтись, потому что там еще спойлеры сюжетные содержатся, и чтобы никому лишний раз не напоминать, кто там является чьим отцом, каким убийцей, кого является какой дворецкий, я решил все-таки для самостоятельного изучения вам оставить, ну, по крайней мере, для тех, кто английский язык знает. Вот. То есть дальше что тут у нас идет? Куча важных изменений там также перечислено. Оригинальный документ говорит о том, что это будет покупаемый пак для 30-летия Bungie, и он будет доступен между 15-16 сезоном. Опять же, где-то в 20-х числах декабря. Вот. Прежде чем идти далее, мы упомянем то, что, ну, авторы статьи в смысле. То, что следует относиться к этому ко всему скептически, потому что тут еще новый документ был, который также включает в себя, что в игре появятся 4 PvP-шных карты, 2 новых карты, и 2 карты из Destiny 1. Учитывая то, как долго комьюнити жаждет, по-моему, уже больше 600 дней, по-моему, последний раз у нас последняя новая карта была Фрагмент, и она вышла на старте Обители Теней. И вот с тех пор люди прям жаждут этих новых карт. И, походу, они все-таки у нас будут, хотя бы в честь 30-летия игры. Но, опять же, если это все правда. Что дальше у нас тут идет, это и не менее прикольная новость для тех, кто любит, и для тех, кто просит постоянно. Я вот... К сожалению, я с такими людьми даже знаком. Есть люди, которым не нравится ни ульта, ни обилки, ни гранаты, там, ничего такого. Им нравится чисто стрелять в Destiny. И для них, походу, ожидается новый PvP... Исключительно оружейный PvP-режим, который будет называться Hardware. Ну, или оборудование. Вроде бы оборудование, да? Оборудование, снаряжение, как-то так. Для Destiny 2 и Halo кроссовера вот небольшой список изменений, упомянутых в документе. То есть, там у нас может появиться, ну, в этом 30-летнем кроссовере, как бы сказать, тяжелая снайперская винтовка, экзотическая, из Halo, гравитационный молот, экзотика, магнум-пистолет легендарный, боевая винтовка легендарная и стилизированы под Halo сеты. Для Охотника из ОДСТ спин-оффа, да? Для Титана Рич Спартан, наверное, из этого, из Halo Reach. Ну, фиг знает. Ну, там такая локация была. В общем, те, кто Halo знает, я думаю, лучше в комментариях объяснят. И Warlock Arbiter. Две секретные миссии также будут, которые будут со стилистикой Halo. Также тут вот упомянули то, что, помимо всего этого, с более ранних документов, тут у нас фигурирует Claymore, Гранатомет, Путь в тьму, Марафон, Дробовик. Также придут, и, по-моему, там также будет дальше упомянут Матадор из первой части Дробовик. И в конце авторы статьи дописали то, что этот, как сказать, юбилейный пак будет стоить 20 баксов. Ну, то есть, неизвестно, как бы сказать, насколько все это правдиво, но будем следить за развитием событий. Так, дальше, что-то они написали. Юзер в твиттере Никсара, кто до этого сливал новости по поводу за гранью света и новые подклассы, также поделился информацией, то, что документ, которым ранее поделились с общественностью, да, вот, в сливе, он, по большей части, легитимный. И вот в последнем твапе, ну, я так понял, пару недель назад, который вышел, до 7-го числа, Банжи использовали цитаты из Хейла, не делая обещаний, мне нужно оружие, и ты знаешь музыку. И теперь, если сливы а Destiny 2 и Хейла кроссоверей реально правдивы, выглядит так, что это такая небольшая подсказка, что нас ждет в будущем. Ранее 7-го июля Банжи анонсировали то, что у нас тут ожидается 24 августа, как раз аккурат, когда у нас закончится этот сезон, будет показ, посвященный грядущему контенту, то есть, скорее всего, там будут упомянуты и Королева-Ведьма, и которая выйдет в раннем, 22-м году, и следующий сезон, который у нас выйдет после 24 августа. Короче, ждем. Надеемся и верим. А пока что сейчас будем разбирать все это дело. В общем, переходим по ссылочкам. Вот это вот первая ссылочка, где у нас, как бы сказать, упомянута вот эта вот упомянута вот этот текстовый файл, а вторая ссылочка это здесь, где подтверждается, ну, вроде бы как, подтверждается его легитимность. То есть, там скриншот со свойствами файла, где указано, что слив было в январе. И там реально перечислены те вещи, которые у нас потом в дальнейшем появились в 13-м сезоне и в 14-м тоже. Ну, то есть, всякие там данные по поводу пушек, по поводу шмоток, по поводу режимов в рейде, хрустальном чертоге и так далее. В общем, оригинальный вот текстовый файл, он примерно вот такой. Те, кто слишком хорошо знает английский, будьте осторожны, потому что у тебя есть возможность спойлера. Я просто хочу показать, насколько он большой. То есть, вот здесь вот столько инфы. По-моему, мы до этого по этому файлу проходились. Ну, так вот, вкратце, когда там Вещу Лак, западный контент-мейкер, упоминал сливы, то, что античит в этом году грядет. И здесь действительно несколько раз упомянут античит. То есть, по-моему, раза четыре в этом файле про него сказали, то, что он придет либо в апреле, либо в июне, то, что он придет во втором квартале, то, что он придет обязательно в этом году. В общем, где-то в этом году он ожидается. Я вот, чтобы себя и вас не мучить и чтобы не проходиться по всему этому файлу и не выискивать, решил сделать файлик поменьше, выписывать туда вот все более-менее значимое и без сюжетных спойлеров. То есть, только то, что нас ожидает примерно по поводу контента, ну и по поводу вот этого Anniversary Edition. Так, ну и по поводу вот этого текстового документа. Что у нас тут есть? Во-первых, пятый элемент в опор. То есть, он придет когда-нибудь у нас в следующем году, видимо, когда выйдет, как сказать, когда выйдет дополнение Witch Queen. Дальше что у нас тут? Ну, сезон 15 начнется в конце августа, это понятно. Новое подземелье в этом году все-таки когда-нибудь выйдет. Ну, то есть, до конца этого DLC, как можно понять. Рейдовая команда соглашается на том, что СГК был слишком легким из-за того, что игроки слишком сильны, из-за того, что вот эти вот все вармань целы, вот эти вот шары военного разума слишком сильными оказались и их надо нерфать. Дальше что-то у нас по поводу 30-летия Банжи. Здесь у меня все выписано в отдельную строку, вот в такую, где упомянуто примерно то, что мы уже, о чем мы уже говорили. То есть, будет много экзотических квестов, ожидается контент, ожидаются пушки, ожидаются шмотки, ну, и будет какой-то там марафон еще при этом. В общем, инфы ожидается много. По поводу того, чтобы резать ульты, здесь вот немножко обнадежили. Типа, это никогда не обсуждалось в рамках студии, и, скорее всего, Люк Смит это придумал. Ну, то есть, да, вот будут саб-классы 3.0, у них будут аспекты, будут фрагменты, но так, чтобы какие-то классы удалять. Вот, кто не смотрел, у нас то ли в декабре, то ли в январе, уже давно это было, полугода назад, вышло интервью у Люка Смита, где он поделился своими там мнениями, опасениями и так далее, после того, по поводу светлых саб-классов, ну, и вообще по поводу контента в Дейсне. С тех пор его на посту, я так понял, гейм-директора заменил Джо Блэкберн, который уже потом отменил и Сансет, и все остальное, и люди, в принципе, его там более благословно к нему относятся. Но Люка Смита мы еще вспомним в процессе чтения вот всей этой информации, потому что где-то он тут у меня был. Так. Так, вот нашел. Люк Смит ведет переговоры с Бонни Росс, ну, который является гейм-директором 343 Industries и Хейла, франшизы Хейла, в частности, по поводу кроссовера с Хейла скоро. Ну, этой новости где-то полгода, с тех пор много чего могло поменяться, может быть, там уже переговоры ведет другой человек, так как Люк Смит уже занимается не Destiny как игрой, а франшизой в целом. Но будем следить за развитием событий, как говорится. Вот, дальше, что прикольное по поводу этого пака. Один, одна из двух сезонных команд работает над этим паком, который, предположительно, будет стоить 75 баксов, ну, типа, его стоимость 75 баксов, но они будут продавать его за 20. И, судя по всему, 13% феверверс распродажи будет вокруг этого строиться. Есть небольшой шанс того, что одна из секретных миссий будет включать машину на трех человек. Ну, если кто там помнит, сколько тачек было в Halo, то я думаю, для них будет вообще большим таким вот классным моментом вот это вот все. Они, ну, разработчики очень много там играли с концептом вот всего этого дела, чтобы NetCode нормально работал. Вот, PoE больше не планирует, только контент, который выглядит как новое подземелье, две секретных миссии и PvP-контент. Я вот не знаю, PoE это вроде Prison of Elders или что-то такое из первой действенни. В общем, любопытно. Ну, и вот здесь вот дальше у нас перечисляется релизная дата 21 декабря 2021 года. Вот пушки. Режим только с пушками, который называется Hardware, ну, и так далее. Приватный купол, который называется Планы 9, который будет играться как охота за сокровищами для стрэнджкоинов, где вы приобретете 23 штуки, пойдете в дуру и купите Голохорн. Но здесь я не знаю, верите тому или нет. То есть выйдет с косметикой, такими как эмблемки, шейдеры, призраки, спейроу, корабли. Так, Мастер Чиф не был выбором для Титановского сета брони, потому что это было бы слишком в лоб, такой слишком в лоб кроссовер. И сет Картера будет, который выглядит более скайфайно. Дальше, что касается подземелья. Броня, стилизованная в стиле шипа, ну, револьвера Шип Торн. Пушки из Деснии-1, Эйс Луна, револьвер 140-ой, который является предком всяких там этих сокольничьих. Мотодор, дробовик и так далее. Так что ожидаем. У Банжи нету планов заканчивать франшизу. Старая башня не имеет планов по развитию, но будет сезонный хап, где вы будете тусовать вместо того, который у нас сейчас присутствует, вместо шлема. 3 года после Лайтфола будет также DLC, который называется Sunspot, Солнечное Пятно. Антищит не выйдет в следующем сезоне, но точно выйдет в этом году. Вот. и Destiny 1 рейд вернется в пятом году, ну типа в следующем году, и будет зависеть от того, насколько хорошо выстрелит Хрустальный чертог. Вот немного истории от разработчиков. Типа стадия с Хранителем Врат затмевает забег по Атеону, и они хотят увеличить размер модельки Атеона, чтобы было протеоновского уровня. Ну, это уже, знаете, такое вот, чисто поржать. Люку Смиту нравится стадия с гейткиперами. Модификаторы в страйках могут вернуться в Королеве Ведьме. Ну, то есть, что у нас было до этого раньше. Студия сейчас активно ведет дискуссию с командами, которые занимаются ритуалами, ну, чтобы регулярно выходил контент к налетам, к ПВП и Гамбиту. Вот, дальше у нас идут большие изменения касаемого Железного Знамени. То есть, у нас ожидается новая броня для каждого класса. Охотник будет вдохновлен яком. Ну, животное такое, типа. Также у нас будет две новых кинетический дробовик и ЛМЖ. Это у нас уже все было. Ну, окей. Вот. Я думаю, здесь у нас написано то, что примерно нам Банжи устами ДМЖ будет говорить в этом, в ТВАБе завтра, точнее, уже сегодня. Вендоры будут переработаны, чтобы не было ПВПшных и налетных токенов. На старте Железного Знамени можно будет рецептать ранги Саладина и начинать новые. Поднимаясь, играя матч, вы будете получать 10% буст к рангу за каждую броню Железного Знамени надетую. Вплоть до 50%. Я вот не знаю, это по поводу следующего сезона или это чьи-то хотелки, но пока что не выглядит как правда. Вот, на 6-ом ранге, ну и потом тут дальше, любая эмблема Железного Знамени будет считаться как 10% баф, так что вы сможете гонять с экзотическим куском брони. На 6-ом уровне силы вы можете ресетать ваш вендоровский ранг, чтобы получить эмблемку и шейдер и получить еще больше лута за каждый следующий уровень. Будет также 4 недельных контракта, которые будут оставаться и выдавать вам мощную энграмку Железного Знамени, которая прибавляет к ранговому процессу. Также будут 2 дневные контракты и повторяемые контракты. Ну, матчи Железного Знамени будут выдавать вам Железные энграмы, которые заменят внезапно синие и мировые дропы. То есть нам больше по идее не будут падать. Я вот не знаю, если это будет реализовано, то это будет круто. То есть нам не будет падать синька, не будут падать всякие мировые дропы, которые мы можем получить где угодно. Там будут падать исключительно шмотки и пушки с Железного Знамени. Вот это было бы круто. Вот это хотелось бы, чтобы было бы реальностью. Но опять же воспринимаем это все с щепоткой соли. Так, дальше у нас будут новые сеты брони с слотом под Железное Знамя и так далее. Специфичное для Железного Знамени. Также будет новый титул Железный Лорд, который можно будет золотить по аналогии с Безупречным и Завоевателем. Также будет много всякого стафа у Эверверс и так далее. типа финишер, эмоут, экзотики и такое прочее. Далее, что касается саб-класса 3.0. Один новый элемент будет появляться каждый новый сезон. В сезоне 16 появится пустота, включает перебалансировку всего вот этого. И все наши элементы, ну, как бы сказать, подклассовые, будут в конце переработаны к 18-му аж сезону. трансмог можно будет, ну, про трансмог мы уже знаем, то, что там надо будет, то, что у нас уже есть, это тут уже известно. И достаточно любопытный тут вот фрагмент написан, то, что диджи попросили покинуть банджи. Я не знаю из-за чего, но если это правда, ну, какие-то у них там были, видимо, терки. Ну, окей, любопытный момент. Дальше, ну, классовые мячи вернутся, это мы уже знали. Страйк, вот, в сезоне 15 у налетов будут репутация со осложнениями конкретными, какими-то конкретными, не совсем понимают, что это значит, но регуляр будет 10, пунктов содержать EGM будет 35. Ну, это, наверное, уровень силы требований. Бесчестие переработать, чтобы оно было быстрее, ну, типа, чтобы требовалось где-то 10 часов для полного ресета. Также поменяют то, как работать слава, добавить славу собираются к стычке, то есть, играя в этот режим, ну, где ты играешь соло против других игроков, ты будешь апать себе славу, и это круто, потому что, наконец-то, этот режим станет только полем для стримеров, чтобы тестировать свои пушки. Да, передаю себе привет. А то мне там многие удивляются, почему у меня так много там противников, ну, не особо потеющих, потому что всех самых потных засунули в контроль, засунули в состязательную игру и так далее. А поскольку стычка никому особо не интересна, туда ходят новички, которым надо выполнять сюжетные квесты. Поэтому, если вы хотите, я не знаю, более-менее расслабленно поиграть, большую часть каток, идите в стычку, которая предполагается более потным режимом, нежели чем контроль. Но сейчас практически в каждой катке контроля мне приходится потеть даже больше, чем в испытаниях Осириса почему-то. Апофеозом вчера стало то, что, ну, я захожу и мне попадается там, мне попадается стример западный в матчмейк, когда я просто тупо рандомно запустил катку. Ладно, я повонял, идем дальше. По поводу переработки испытаний Осириса, также тут есть несколько новостей появилось. описывает его как более сложную версию как бы сказать сундука, который у нас есть в конце Склепа Гуглого Камня и Хрустального Чертога. Фестиваль Усопших. Комьюнити будет голосовать за выбор брони. Ну, это, кстати, у нас было. Мы голосовали за выбор брони. В сезоне 15 появятся экзотические украшения на Слауд Страйк, на Бакрис, на некротические вот эти вот руки на Варлока, ну и так далее. На Слипер Симулянт, Плач и так далее. Вот. Также у нас может появиться Спэррол 2.0, когда запустится Уич Квин. Сезон Активность в сезоне 14 гораздо ближе к Паноптикуму, нежели чем Солнечные часы, но я бы так не сказал. Типа, я бы не сказал, что Взлом гораздо ближе к Паноптикуму, чем Солнечные часы, потому что у нас там нет, во-первых, ролла пушек, во-вторых, недостаточно такие вот разнообразные локации, как это у нас было. Но ладно, это такой обсуждаемый вопрос. И вот тут дальше идет достаточно интересный абзац. То, что у нас эти взломы расположены в спутных берегах, на Европе, на Луне, и, внимание, в последнем городе. Этот взлом еще не вышел. И он будет потом. Я думаю, ближе к эпилогу. И это будет такой вот бенгер, где мы будем там сражаться уже на районах нашего города. Но опять же, без дальнейших каких-то либо спойлеров, просто то, что нас ждет очередной взлом. Вот. Здесь, вот, мне не совсем понятна вот эта вот строчка. Пушки находятся на пределе их, как бы сказать, насыщения памятью. Из-за того, что там вот очень много абсолютов, которые делают арбы. Так что, они собираются удалить этот аспект. То есть, если у вас пушка будет заабсолючена, вы не сможете конкретно из-за этого делать арбы. Это будет переработано в этом. Увы, с выходом королевы-ведьмы, и они будут делать специальные оружейные моды, которые будут выполнять эту функцию. Так что, даже не заабсолюченные пушки будут делать арбы. И это совпадает с тем, что Банжи говорили до этого в одном из предыдущих твабов, потому что они сказали, что у нас есть куча пушек, такие как Чаперон, Бастион и так далее, у которых нету абсолюта, и которые потом смогут в дальнейшем делать арбы. Так что, здесь я склонен вот этому предложению верить. чекинговая активность Shuttered Realm по аналогии со взломом сети. Дальше у нас будет переработка наград в испытаниях Осириса. И вот здесь это совпадает с тем, что Банжи нам до этого говорили, то, что у нас будет типа возможность. Они же писали, что хотят поощрить нас к тому, чтобы мы побольше играли, даже с проигранным билетом. Так что, вот, что тут написано. Базируется на том, сколько игр вы сыграли на карточке, и чем больше вы получите жетонов, когда вы эту карточку обнулите. Со всеми этими жетонами вы сможете покупать инграмки, так же, как и специфичный лут для рандомных роллов. Играя на 7 победах, у вас будет шанс получить броню с высокими статами, то же так же, как и с 16. То есть, там будет как минимум 16 плюс статы. И это достаточно круто, потому что сейчас, ну, за исключением того, чтобы сделать себе печать, у нас нету особых причин играть на 7 победах. Дальше, что касается пушек с 15 сезона, две новых экзотики появятся. Тяжелая, статисная, линейная, лучевая винтовка, извините, которая поглощает вашу ульту, чтобы ее можно было использовать. Энергетическая, линейно-плазменная винтовка, баунти-хантер, гиммик. Первый перк, ее будет негативно, второго перка, как бы сказать, будет выдавать вам бонус, когда вы убьете вашу цель. И также нас ждет катализатор, если это правда, конечно. На выбор странника осмос плюс фулафто. Вот фулафто я хочу на сайдар, потому что он достаточно метовый, но у него скорострельность такая же, вроде бы, как у натиска в свое время была, ну и есть сейчас, но у натиска нету фулафто, мне очень хочется так что я ожидаю прям. Две новых пушки с железовым знамени, статистный сайдарм, солнечная адаптивная пульса, ну тяжелая в смысле, вроде бы, две новых как бы сказать, пушки с испытания осириса, статистная линейка, статистная плазменная винтовка, пушки в плейлистах, быстро стреляющая скаутка солнечная, солнечный сурасовский сайдарм и электрический слаговый бронебойный дробовик. Также ритуальная пушка будет представлять из себя арковый агрессивный рокет-лаунчер с взрывающим светом. Взрывающий свет, подожди, это же примерно то же самое, что у нас было у этой пушки сезонной, у гранатомета, который со слепляшками был, я забыл как он назывался, но я думаю вы помните его название, потому что большинство с ним бегало. Ну окей, сделаем вид, что мы друг друга поняли. Ну этот, этот гранатомет сенсетнулся. Вот. Также они хотят, судя по сливам, обновить пушки с откровением. Все они смогут ролиться с осмосом и с диверсантом. Также у нас свифт-вердик будет воет, джаджмент, последнее дыхание, внезапная смерть, долгая прогулка, в общем, здесь вот выказаны их элементы. По поводу Witch Queen, ее предполагаемая релизная дата 22 февраля 22 года, дальше тут возможно идут сюжетные спойлеры, так что я не буду это все читать, слух, кому будет интересно ознакомиться сами. Здесь вот примерно указано какой длины у нас будет кампания, с кем мы будем сражаться, куда мы отправимся, ну и так далее. Ну и что у нас тут примерно будет? Это поэтому я уже всему проходиться не буду. Ну то есть это пока что вот все основное, что было в том файле, ну по крайней мере что еще не вышло в игре, на мой взгляд. Конечно тут что-то я читал, вы могли ощутить там вайп, что это в игре есть уже, но тут это так написано все вперемешку, и я попытался вычленить что-то наиболее такое существенное. Так что ждем, надеемся, верим, а пока что дождемся тваба от Банжи, ну и посмотрим по крайней мере по поводу вот здесь вот DMG нам тезерил, да, то что они поговорят о системе вендоров и обо всем остальном, насколько это сойдется с тем, что написано у нас в этом файле. Ожидаем, как говорится. Ладно, сюжетом мы займемся чуть позже все-таки, потому что уже достаточно объемным получилось видео. Могу лишь только упомянуть по поводу смены меты, то что 120-ки у нас окончательно вылетели из меты в испытаниях Осириса в общем зачете, то есть тут даже вообще, видите, ничего нету, то есть у нас абсолютно доминирует пиковый туз, и дальше у нас идет Чапирон, потом Фэлл Винтер, потом Снайпер, потом Всеми любимый Снайпер, потом Ластвор, потом Бастион, потом Торн, потом Жуткое Обещание, потом Полиндром, потом Посланец, Пульса. Вот. Ну и, в принципе, если мы пройдемся по другим платформам, то здесь нету особых таких вот изменений, просто несколько пушек переставлены местами, появился Багрес, появился Гнев Шаюра, который достаточно мощный и является Пипегой, вообще прям без вопросов, просто буквально пилит противников, это моя любимая Пипега сейчас в игре. Вот, дальше у нас на Плойке после Бакса идет уже, здесь Замороженная Орбита появилась, все еще на Плойке держится Магматический МООД, адептовская версия, но он уже на последнем месте, а до этого у нас тут одни 140-е пушки, но пока 140-е пушки полностью вылетели из мета, тут у нас есть Вершителя Рока, есть меньшее жуткое обещание, есть Пиковый Туз, ну и так далее, ну и внезапно появился Уроженец Риса, и даже Чапирон присутствует, ну а стадия что у нас новенького? Гласяказм, и внезапно История Мертвеца на первом месте вместе. Ладно, в общем, будем потихонечку заканчивать. Ладно, ребят, спасибо за просмотр, лайки ставим, комментарии пишем, на канал подписываемся, если еще не подписаны, колокольчик прожимаем, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых видосов, ну и, опять же, делитесь своим мнением в комментариях, что думаете по поводу всей этой информации, там, может быть, что-то можете дополнить и так далее. естественно, без сюжетных спойлеров, а то, я думаю, может быть, когда-нибудь после того, как Банжи там 24 августа нам предоставит инфу по следующему сезону, ну или когда у нас там злотище будет, я выпущу парочку спойлерных видот, где мы разберем то, что те сюжетные моменты, которые были там упомянуты, насчет 14, насчет конца 14 сезона, насчет 15 сезона, ну и насчет Королевы Ведьмы, которая есть в этом файле, вот. В общем, посмотрим. Ну а так, пока что обойдемся без этого. Ладно. Все. Всем пока. Увидимся, когда увидимся в следующих видосах и на стримах.